Иисус Христос, когда на кресте умирал, он не 50 на 50, а всю жизнь отдал. И говорит, на меньшее я не согласен. Чтобы Бога возлюбили всем умом, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Всем. Сто процентов. Даже 99 Господь уже не принимает. Да, дедушка. У вас в доме есть такая книга, послание Божие? Нет, дедушка. А раз нет, отсюда вывод, что вы ее не считаете. Я на самом деле не считаю, вы не знаете закона Божия. А не зная закона Божия, вы его поневоле нарушаете. А нарушая, вы погибаете. Меня интересует... Я сталкивался с людьми, которые как себя отождествляют, как свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы. Да. Для нас они самые последние еретики. Не сектанты, а просто совершенно безумные. Они не признают Христа за Бога, не признают у человека душу, и что есть мучения. То есть у них заблуждение на заблуждение. И они Библию не признают, свою написали книжку и говорят, всемирный перевод. Но, добавить надо но, в Российской Федерации их запретили как экстремистскую организацию. А это несправедливо. Я их хорошо знаю. Когда меня за слово Божие посадили, я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ Солженицына и брал интервью репрессированных. И меня закрыли. Я прошел пять тюрем и лагерь. Я с ними сидел вместе. И на той неделе... Вы простите меня. Вы простите меня. Извините. Я вам хочу немножко, так сказать... Вы знаете, я к Солженицыну очень легко отношусь. Вы, может, многого не знаете. Мне кажется, что он очень много наврал. Ну, если верите, то вы, наверное, читали такую книгу. Слышали? Нет, нет. Мне только Коран читают. А, Коран. Ну, тогда жди, Коран. Вот он, Коран. Ну, а вы эту книгу считали? Да, чуть-чуть. Не полностью, но чуть-чуть. Ну, вы знаете, что есть такая пятая сура? Да. И что там есть сорок седьмая и шестьдесят шестые аяты? Я перевод не знаю. Может, весь скажешь. Так вот, тогда знайте, что там написано так, что мы, христиане, называемся люди Писания. Так нас называют. И нам Бог дал инжил. Инжил – это Евангелие. Так вот, в то время, когда ваша книга писалась, тогда было Писание только одно – Библия. Поэтому это о нас сказано. О нас. Люди Писания. То есть у нас Библия, она Писание. И евреи так же называются. И поэтому я поступаю по Евангелию как. Вот, которые называются православные, они еще не исполняют. Это так, как мусульмане. Я мусульманин, а сам еще не знаю. Блудят только здесь. Блудливые и боязливые самые. Только я перекричусь, они вот так все падают. Никого нету. А мы, у нас была большая поездка, у меня вышло из печати 38 томов книг. И мы решили подарить библиотеке мира. И мы проехали, я в Барнауле, а проехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавию, Прибалтику. И в Азербайджане, в Баку, мы жили, ночевали в доме у Муллы. У нас хорошее отношение с мусульманами. Потом ходили в мечеть, молились. А потом пошли в православный храм. У нас вражды нету с ними. Но мы им должны рассказать, что без Спасителя нет спасения. А Спаситель только Христос. Он умер за нас. Умер, Его прибили ко Христу. И на третий день Он воскрес. И теперь Он имеет право прощать грехи. Вот в этом у нас не совпадение. Говорят, да у нас немного расхождения. А я занимался много этими книгами. Расхождение у нас 5216 в книгах. Между нашей и вашей книгой. Как бы в Бога веру, но не крещеный еще. Ну а вы эту книгу считали когда-нибудь? Библия? Да. Да. Это главная книга мира. Это главная книга в мире. Это главная книга в мире. Он взял грехи мира на себя и был распят, умер и на третий день воскрес для нашего оправдания. И говорится, что кто придет к нему, даст ему место в сердце своем, жить для Бога. По заповедям попросит раскаяться. Господь силен простить. Вот в этом все, весь смысл. Получить рождение свыше и быть Вадимом Духом Божьим, как Серафим Саровский говорил. Стижание Духа Святого. Ну, это правильно. Потому что библейская заповедь – это закон Российской Федерации. Да. У нас официально открыта православная церковь. Мы вот в городе Барнауле. Теперь у нас около 30 храмов. А был один. А был один. А стало два? А теперь около 30. А тогда было один. А сейчас, я не знаю, по краю-то больше 360 храмов-то. А было, наверное, три всего. Да как храмы? Для чего? Храмы для того, чтобы люди от непогоды скрывались, куда собираются молиться. А я из Питера. Я не знаю, сколько у нас храмов. Да. Недалеко от вас жил Ян Кронштадтский. Жил Ян Кронштадтский. Кронштадт. Кронштадт. Который Кронштадт создал? Да, Ян Кронштадтский. Он святой, прославленный. Он показал во многом пример, как жить, как жертвовать собой для Бога. Вот мы православные, Алтайский край. Как это матрос? Православные, Алтайский край. Мы на Алтайском крае живем. А матрос Железняк. На Алтайском крае. Ну, это неверующее. А вот мы здесь сейчас строим деревню Потеряевка. Строим деревню Потеряевка. Ни рубля государство не вкладывает. И не надо создавать, чтобы проблемы. Я это слово истребил. Его заменил двумя словами. Нерешенный вопрос. Вот мы собрались, и 28 лет у нас все вперед движется. Детей много перспезорных. Говорят, 3 миллиона. Нургалиев, министр МВД, сказал. Проблема. Не проблема, а не решенный вопрос. А решать надо так. Я образую лагерь детский. И уже 45 лет, да 3 еще в ином формате. 48 лет. С тысячи детей подняли. Без помощи государства. Ни рубля не вложили. Давайте же все каждый делать. И без перспезорности не будет. Вот за время перестройки страшная цифра накрыла Россию. 120 миллионов абортов. Это статистика только? Да. Каждый день 20 тысяч абортов делается. С лишним. Только официальная. Ужас. А главное, в Афганистане воевали 9 лет. 14 тысяч 700. За 9 лет убито. А здесь каждый день 20 тысяч. Разводов в стране уже 86% в первые 3 года. А у нас нет... 50 абортов, господи боже мой. У нас ни одного нет аборта. И ни одного развода. Да не в этом дело. Вот у нас отец вернулся с фронта. У него вот так руки не было. С матерью вдвоем полкласса не кончили. А 10 ребятишек, 5 мальчиков, 5 девочек. Конечно, бедно жили. Но ни одного больного нет. Мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Живу для Бога, потому что. Я поверил, что Христос умер за меня. Вот это потому, что у вас так. А у нас многомиллионный город. Поэтому и кто-то разводится, кто-то женится, кто-то еще что-то. Кто хочет, кто-то творит. Но надо начинать работать. Вот мне говорят. Я преподавал одновременно в 5 университетах, 13 школ, 5 отделов милиции, все воинские части, заводы и фабрики Алтайского края. Это моя арена, моя трибуна. Ну и что? Мы работаем, температура меняется. Не надо думать, что ничего нельзя сделать. Это неправда. Ты только начни. Как Наполеон Бонапарт говорил. Главное вязать в драку, а там видно будет. Ну, Наполеон. Что делал слон, когда пришел Наполеон? А вы там не слышали такой есть? Душенов. Фамилия его. Константин Юрьевич. Константин Юрьевич? Да. Он был подводником, кажется, где-то. Он там за правду всегда выступает. Душенов. Его садили, он недавно освободился. Он недавно освободился. Года три назад, наверное. От кого? Ну, его там сажали за то, что он выступил и такими словами там евреев назвал. С Украины, что ли, какой-то? Нет, он не с Украины. В Санкт-Петербурге. Нет, у нас не сажают за это. Ну, это не об этом. Там я к тому говорю, что надо, как говорят, найти свое место. Вот поприще свое. И свидетельство. Иди, говори о Боге. Время уходит, чтобы люди обращались к Богу. Ты, конечно, уходи. Жить-то хочется всем. Поэтому жизнь только во Христе. Без Христа нет жизни. Одна имитация жизни. У нас большой Ютубе канал. Можете посмотреть. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Лапкин? А что вы там вещаете, если не секрет? Да, у нас есть что вещать. Вот я сейчас вот мне 13 помощников Бог дал. Из сайта у меня берут вопросы, которые я отвечал студентам и три радиопрограммы вел. 4124 вопроса по отдельным файлам будут выставлены. Уже выставляются. 55 папок, из которых взято. Там отдельно иудеи, отдельно мусульмане, отдельно работа, здоровье, литература, поэзия. Вопросы, которые мне студенты задавали. Это очень... Это очень... Во свете Библии, да. А если будет желание поговорить, зайти, просто скайп. В скайп такая система. Игнатий Лапкин. Я один там на весь интернет. Сразу на меня выйдете. Тогда я скину наш форум в Mail.ru. Только в Mail.ru у меня 24 тысячи фотографий. А на сайте там все книги. 38 в бумажном варианте и 7 в электронной версии. И 4 последние книги у меня. Книги стихов. По 800 страниц каждая книга. У меня там стихотворение. 3 тысячи 467. И каждое стихотворение 9 куплетов по 400. 36 строчек. 9 и 4, 36. И эпиграф из Библии везде взят. Примерно стихотворение 86 положено на музыку. В интернете поются. Вам будет очень интересно это. Наверное. Вас как звать-то? Меня Роман зовут. Роман это значит из Рима. Римлянин. А я Игнатий. Я славянский цыган. Я знаю. Перевод дается. А перевод-то дается самый правильный. Вот где. Роман. Вот спрашивает Лариса. Лариса означает чайка. Чайка. Вот. Я к вам на YouTube канал зайду. Да. Еще раз напомните мне, чтобы я не забыл. Да. Вы не ошибетесь. Вы столько найдете. Но разговаривать по скайпу. Это самое удобное. Как найти еще раз вас. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.